К нашему эфиру присоединяется Сергей Фурса, инвестиционный банкир. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Сергей, какие еще отрасли, кроме автомобильной, потерпают в России от ввода санкций и вскоре перейдут на китайские дубликаты? На самом деле автомобильная такая хорошая пример, которая пострадала больше всего, потому что она максимально была интегрирована в западный корпоративный сектор. А так, всего по чуть-чуть, часть отраслей страдает, потому что не могут экспортировать продукцию, часть, потому что нарушены производственные цепочки, что-то не поставляется. Там есть какие-то множество мини-секторов, о которых мы даже с вами не слышали, но они существенно зависели от западных компонент, и сейчас они просто или работают в полсилы, или вообще не работают. Сергей, а насколько обоснованы надежды Российской Федерации вообще на Китай? Удастся ли спасти с его помощью российскую экономику или хотя бы удерживать ее на плаву? Ну, смотрите, вопрос, что мы понимаем под надеждами. Какая цель Китая? Китай, с одной стороны, получает себе дешевый сырьевой предаток, а с другой стороны, и за счет этого у них также цель не дать России упасть окончательно. Потому что Китаю крайне важно, чтобы режим в России сохранился антицивилизационный, прокитайский, антизападный. Поэтому вот как-то поддерживать на совсем плаву они будут. Но помогать развиваться нет, безусловно. Рисковать попасть под санкции, мы видим, что китайцы все-таки не рискуют попадать под санкции. Поэтому вот такая вот полупозиция, когда вы вроде как еще живы, но по чуть-чуть деградируете, но не умираете. То есть это режим выживания, но ни в коем разе не режим развития, правильно? Безусловно. Кстати, по поводу санкций. Множество банков покинуло Российскую Федерацию, европейских, международных. В отличие от Райфайзенбанка, Европа закрывала на это глаза, несмотря на давление и репутационный риск. Сейчас вроде бы Райфайзен должен уходить с российского рынка, либо делать дочернее предприятие Сбербанка. Почему этот банк так себя ведет? И какое будущее? И повлияет ли это как-то на Украину? Ведь Назбанк наш обеспокоен тем, что он может обернуться Сбербанком. Нет, смотрите, Назбанк делает большую работу, встречаясь в том числе с европейским регулятором, убеждая его, что на Райфайзен надо давить. И мы видим, что это давление на Райфайзен началось. Они получили последнее американское предупреждение. И это был такой волшебный пендель, после которого они начали пытаться что-то придумывать, чтобы таки уйти из России. Почему они до этого не уходили? Потому что Россия, во-первых, Райфайзен очень специфический банк. Он это австрийский банк, который всю жизнь развивался в сторону Востока. Ну вот как-то там что-то так получалось, что они двигались все время на Восточную Европу. Для них российский рынок до войны давал где-то треть прибыли, в прошлом году больше половины прибыли. Они ее не могут забрать из России, но на бумаге там огромная прибыль. Поэтому для них это рынок важный. И поэтому им, даже несмотря на то, что из-за этого их акции существенно падали, им принять решение о выходе было очень сложно. Но вот им сейчас его активно помогают принять. Почему это важно, чтобы Райфайзен принял и ушел? Сейчас 50% всех трансграничных платежей – это Райфайзенбанк. Они на этом зарабатывают как раз тема, по-моему, отчительной комиссии. Но вот россияне имеют контакт с внешним миром. Половина этого контакта идет через Райфайзен. Если Райфайзен уйдет из России, если даже случится вот тот обмен на активы Сбербанка, то единственный трансграничный платеж, который смогут делать через этот банк, через новый банк, это между Белоруссией и Россией. Ну, в удовольствие, платите нам, куда хотите. И это будет больно для российской экономики, для разного уровня бизнеса, для российских просто потребителей. Поэтому для нас это хотелось бы, чтобы это случилось. И, судя по всему, процесс ускорился, наверное, в ближайшее время это случится. Сергей, следующий пакет санкций будет направлен на усиление контроля над работой санкций, уже принятых до этого, в предыдущих десяти пакетах. О том, что санкции нужно соблюдать, уже который месяц говорят Соединенные Штаты Америки. И они же говорили о том, что будут усиливать контроль над теми странами, которые помогают России обходить эти санкции. Видите ли вы результаты таких призывов к соблюдению санкций? Ужесточается ли эта политика? Ну, если можно, на примерах. Ну, последние пару примеров. Турция на прошлой неделе окончательно заявила, что они прекращают параллельный импорт. Он как-то у них параллельный, знаете, как у нас контрабанда на Закарпатье. Все закрывают глаза, не знают, что она есть, но оно идет. Примерно так же через Турцию. Но туда позвонил американский Минфин, о чем-то там они хорошо поговорили. И Турция вроде как прикрывает этот параллельный импорт. Это была большая часть всей этой истории. Вторая большая часть этой истории – это Казахстан. Туда прилетел Блинкен. И Казахстан на прошлой неделе заявил, что они вводят электронную систему учета, которая должна предупредить вот эти вот все транзакции. Я не уверен, что этот шаг действительно поможет. Возможно, это такое очковтирательство со стороны Казахстана. И тут мы должны просто подождать пару месяцев и посмотреть на торговую статистику. По ней все на самом деле ясно. В прошлом году было заметно, как резко вырос импорт из Европы в такие страны, как Турция, Казахстан, Армения, Грузия. Очень резко понятно, что для таких стран оно не нужно. Подождем пару месяцев, посмотрим, как изменилась статистика в Турции и в Казахстане, и будет понятно. Ну и самый сложный кейс, наверное, ну два самых сложных кейса – это Китай и Дубай. По китайским компаниям мы иногда видим реакцию. На прошлой неделе большая логистическая китайская компания заявила, что она приостанавливает операции с российскими контрагентами, потому что опасается санкций. По Дубаям мне сложно сказать. Вот там, это, конечно, такой суперхаб сейчас для россиян. Для примера, в прошлом году рекордно выросли продажи французского шампанского в Дубай. Но мы понимаем, что это не шейхи стали больше. И помимо того, что туда много россиян уехало и теперь пьют, как не всегда, это шампанское, так теперь еще и через Дубай идут в основном все финансовые транзакции. И вот как получится с Дубаем работать, я, честно говоря, не знаю. Пока оттуда новостей нет. Ну пусть пьют больше. Вон Иосиф Пригожин напился, видно, этого. Он же в Дубае сидит, напился этого шампанского. Он выдал разговор, от которого теперь отмыться не может. Сергей, мы очень долго ждали, когда же будет вот этот накопительный эффект санкций уже принятый. Мы, кажется, уже дождались. Россия сейчас достигла годового максимума запланированного дефицита. Насколько этот процесс... Можно ли говорить, что это уже черная дыра для российской экономики? И будет ли она расширяться в ближайшей перспективе? Смотрите, это, да, черная дыра. Она расширяется, но не так быстро, как нам бы хотелось. Дефицит действительно большой. Уже были данные за 20 дней марта. У них общий дефицит за эти вот два с половиной месяца 3,7 триллионов рублей. Это больше, чем дефицит планированного закона. И дефицит бюджета в марте у них вышел больше, чем в феврале. За 20 дней марта больше, чем в феврале. Поэтому там у них улучшений не видно. По идее, когда у вас такой огромный дефицит бюджета, вы как его финансируете? Берете в долг. Россия брать в долг не может. И у них единственный механизм – это эмиссионный. То ли они используют деньги из тумбочки, то есть фонд национального благосостояния. То ли это печатание прямой денег Центробанком. Это и то, и то фактически эмиссия. И мы должны были бы с вами ожидать резкого падения курса рубля и инфляции. Это каждый раз, всегда, любой печатный станок так заканчивается. Пока в России этого нет. Казалось бы, почему? Судя по всему, они повторяют то, что делал Янукович в 2013 году. Он тогда держал из всех сил гривну по 8, если помните. И тратил все ресурсы экономики на то, чтобы это удержать. При этом придушивал экономику. Вот сейчас Российский Центробанк, выбирая между плохим и очень плохим решением, покупает Путину время. То есть он придушивает все эти инфляционные процессы за счет зажимания денег для экономики. Просто не выпускают в экономику деньги. Это очень плохо для экономики, но плохо будет через 2, 3, 4, 5 месяцев. А инфляция, это было бы быстрее, более наглядно. И вот они между плохим и очень плохим решением выбирают плохое. Закручивают гайки в экономике в надежде, что за это 2-3 месяца, пока такая полупозиция, Путин договорится о мире, реализуется тот китайский план. И они смогут выдохнуть. Вот пока что вот такое. Они покупают время, оттягивают вот этот конец, оттягивают запуск черной дыры по-настоящему, что, конечно, неприятно для экономики. Да, но после вот этого затягивания она же ведь рухнет с треском, получается. И затянет еще сильнее. Это напоминает сжатие пружины. Вот то, что делал Янукович в 2012-2013 году, гривна по 8, и хоть ты тресни, оно потом привело к гривне по 25. К ведению военных действий, финансированию войны против Украины, это повлияет и насколько финансово? Ну, смотрите, уже влияет. На самом деле мы же не понимаем, как бы Россия могла финансировать войну, если бы санкций не было. Возможности России финансовые и технологические были бы гораздо больше. И, может быть, мы бы тогда не видели эти картины, как танки Т-54 на каких-то там ЗИЛах 50-х годов едут к линии фронта. Поэтому это уже влияет. И понятно, что каждый день санкций – это все меньше и меньше ресурсов для российской экономики. Пока что еще достаточно. Ну, смотри, тут вопрос, что на каком-то уровне они всегда будут финансировать войну. Просто что этот уровень будет все время уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться, чем дольше работают санкции. Понятно. Спасибо огромное, Сергей, за то, что присоединялись к нашему эфиру. Сергей Фурса, инвестиционный банкир, был в нашем эфире.